То, что было в Советском Союзе, то есть в коммунистическом, это строй, который предлагает нам материализм, он создает, конечно, необходимость, человеку необходима вера. И в то же время, я сейчас говорю, это корни наши были подорваны, должно быть связь с близкими, то есть родственные связи, как в биологическом, или как народность, как нация, должны крепкие корни составлять. В то же время, государство должно быть, конечно, изучать это, но пресекать это в нашей демократии, это очень хорошо, нужно сказать. В то же время, нужно то, что человеку вредит, ну, нужно различать, конечно, что приносит явный вред. Спасибо вам за пояснение. Вот ваша ситуация, как ее можно охарактеризовать? Вы заметили, что сестра гибнет, да, реально, вот в этой организации, и решили ее спасать? Или вы решили разобраться с этой организацией, отомстить этой организации за гибель вашей сестры? Как можно вашу позицию определить? Я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что в такой ситуации вы видите, где я сижу, и как сижу, и какая я, правильно? У меня просто не было возможности идти туда, даже самой смотреть, поэтому я послала мужа, я вам говорю, да? Да, да. И муж, значит, мне пришел и рассказал о том, что, ну, я сказала предварительно, как его встретили, я, говорит, сел так поодаль, и смотрю, смотрю, все эти собрались, все верующие, так, и начали вести, ну, вот, в свое служение и все такое, так. Ну, и начала, это Салтанат, дочь вести и говорит, вы знаете, это в 90-е годы, в 91-м году, вы же, вот настолько они, я вот сама так думаю, психологи, вот в 90-е годы настолько было трудно жить, ну, всем нам было одинаково трудно жить, но, однако, мы не побежали туда, правильно? Мы умели с трудностями бороться. В это время, она говорит, у нас не было ни квартиры, не было, ни, значит, ни машины не было, мы настолько бедно жили, в магазинах продуктов не было, но эти, мы все свидетели тому, что на самом деле это было, так, так, и тогда, когда мы, она от имени своих, вот этих родственников, я как-то поняла, мы, когда пришли к Богу, понимаете, то есть, вот стали молиться, то у нас, значит, появилось это все, это появилось. И это что говорит об этом? Это говорит о том, что вот у вас, если какие-то проблемы есть, если вы придете, у вас все будет. Я хочу сказать, вообще, нам всем всегда надо уяснить одно слово, что такое секта. Вы знаете, насколько они боятся слова секта, потому что секта подмочила свою репутацию изначально, правильно я вам говорю? Вот изначально. Вот я в Ожигово заглянула, в Саварь Ожигово, где трактуется правильно. Секта – это религиозная община, община, отталкивающаяся от господствующей, то есть от традиционной церкви. Ну, это понятно. Батиматус Муратов, вот вы говорите, что приобрела все, что появилось у вашей сестры, расскажите нам. Я скажу, группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах, то есть те, которые ходят туда, они называются сектантами. Вы скажите, после гибели вашей сестры эта организация продолжает работать или она переименовалась, она сегодня есть, действует? Я вам хочу сказать, что она работает, работает, но мне пристали с Акимата, я же написала с Акимата, да, я написала сначала в газету это все, там целая статья на весь лист, трибуна называется газета, так? Потом я звоню в Акимат и говорю, послушайте, вот я написала вот так, со мной вот это случилось. Какие-то действия проявите со стороны Акимата, они мне говорят, мы не имеем права, у нас закон ограничивает. Давайте начнем с того, они сегодня есть или нет, потому что у нас получается... А вот сегодня я вам еще расскажу. Сегодня они мне написали письмо и говорят, что мы им послали предписание, где мы сказали, что вы пока не имеете права проповедовать, вести вот эту проповедь, вот, и значит предписание им дали. И они якобы, якобы не занимаются. А я, мои, мои сведения, что они теперь, они же настолько ловкие, вы знаете, что они выезжают на прогулку, понимаете? И они там молятся, понимаете? А кто их проверяет? Я бы лично, например, на прогулку бы поехала, узнала бы все, сфотографировала бы и все. Но это не надо государству. Реакция государства и контролирующих органов должна быть. Вы, как я понял, не особо получили такую поддержку. Давайте спросим, у нас есть среди экспертов НЭБИМАМ Центральной мечети Алматы, Нур Мухаммед Иминов. Как должна вести себя официально традиционная религиозная организация? И как можно контролировать агентство по делам религии, какую работу должна вести? Или прокуратура, полиция? Действительно, как вы сказали в самом начале, у нас очень много сегодня различных организаций, различных всех, да, вы упомянули о четырех тысячах организаций. Конечно же, каждая эта организация должна быть под контролем, под жестким контролем государства. Потому что, вот смотрите, вот эти вот секты, которые сегодня плодятся у нас, в нашей стране, в нашем городе, никто не знает, кто за ними стоит. Их регистрируют, и непонятно, почему регистрируют. На факт, что они приносят только зло обществу, да. Тоже та же самая женщина, которую посещала, вот сестра ее, она заболела. И никто ей не сказал, иди в больницу, иди лечись, понимаете. Они дают им какие-то ложные обещания, и люди обманываются и верят им почему-то. На самом деле, это факт, что это приносит только зло, правильно. Поэтому здесь должен быть жесткий контроль. И если, конечно же, они прошли какую-то, они прошли регистрацию, да, но все же это не означает, что им должно, они должны вольно работать и делать все, что желают. То есть, должно проверяться, проверяться. И даже те же самые, как вы сказали, если не соответствует санэпидемиционным условиям, да, это уже тоже нарушение, не так ли? Я думаю, что на самом деле, понимаете, эти секты, они дают ложные обещания, обещают нашим людям, что дадут им какое-то духовное просвещение, да, помогут им прийти к Богу. Но на самом деле, на самом деле, там нет ничего такого. У них, их цель только заработать на деньгах, заработать на их деньги, не так ли? Наверное, ваша сестра, когда приходила туда, наверное, платила какие-то взносы, не так ли? Я все это скажу. Да, да, это так. То есть, у них цель не духовное просвещение, не духовное возрождение, а только заработать на людях деньги. И поэтому это все должно быть, конечно же, под жестким контролем. Это должно все проверяться и пресекаться. Они, проблема в том, что они могут регистрироваться как общественные организации, как там обучение различным там курсам. Да, понимаете, многие из них, они, да, регистрируются как просто какие-то курсы, научим английскому языку или же там компьютерной грамотике, да, например. И люди туда приходят. Вы говорите, да? Да, да. Сейчас, пожалуйста. И, значит, человек приходит туда для того, чтобы с целью уже не ради религии, может быть, он пришел, да, а ради научиться получить какие-то знания. Может быть, то же самое научиться английскому языку или же компьютерной грамотике. Но потихоньку-потихоньку они уже начинают свои какие-то уже к своему призывать. Свою программу уже там начинают развивать. Уже начинают говорить о Боге, а ты знаешь вот так, а ты знаешь вот так, да. И уже по-своему, по-своему потихоньку-потихоньку капают, капают, капают. И в результате уже человек не замечает, как уже входит в их сет, как он становится уже адептом этой секты. Понимаете, да? Это тоже должно быть под жестким контролем. А агентство по делам религии как-то имеет возможность юридическую проверять? Конечно, конечно. Ну, я думаю, что должны были отвечать на этот вопрос они сами, агентство по делам религии. Агентство по делам религии, то есть, дает регистрацию, и, конечно же, они должны проверять, контролировать эти органы, эти секты, конечно же, да. Ну, я думаю, они ведут свою работу, но... Спасибо. Давайте передадим слово теологу. Вы можете рассказать, как человеку определить, он попал действительно ли на курсы, какие-нибудь там повышения духовного роста или в реальную секту? Ну, во-первых, сейчас мы говорим, раз он прошел через регистрацию государственную, там, государство должно нести ответственность за это. Значит, она говорит, что да, это... Мы не говорим секта, значит, это организация, которая духовная, она в действительности принесет пользу, так же, как врач, который получает диплом, значит, этот врач действительно лечит. Это организация, которая духовная, она принесет Казахстану, или в конкретном случае какому-то человеку, там, гражданину нашему большую пользу. Значит, вот этот и есть момент. А как самому человеку определить, значит, раз этот отбор не работает государственный, сейчас в данном случае получается, ну, в первую очередь, это нужно знание, ну, искать, читать, общаться, то есть быть в курсе этого. Это религия, вот как имам сейчас говорит, человек попадает, он сначала не очень понимает, что это религиозная организация, это просто какое-то общество, где приятно находиться. Они такое создают. А потом уже идет разговор уже об, ну, там, религиозности, о Боге. А Бог оказывается человек в данном случае. Ну, в данном случае, знаете, секта нужно определить все-таки, это те, которые уводят, нет, я не смогу сейчас дать определение, что секта как эта организация, которая уводит от Бога, потому что это будет очень так абстрактно. Просто некоторые признаки, вот, на первый взгляд, чтобы можно было зрителей понять. Я бы сказал так, это, когда что-то предлагают всякий раз, вот, например, работают, которые, Харе Кришне, у нас организация есть, Кришнеиты, да, вот у них отработано, это, причем, там, есть элементы сетевого маркетника, это сначала давать, дают книги. Да, 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 да. Вот нужно всегда быть осторожным, когда что-то дают. И вот личное, вот, мое, для меня важно это, вот, когда что-то тебе предлагают, значит, это не совсем хорошо. С психологической точки зрения, как отличить простому человеку, что он попал в секту или это традиционная религиозная организация? В любом случае, если человек идет в организацию, которая откололась, он идет в секту, это обязательно, других объяснений нету, то есть определение абсолютно правильное. Вот их надо и регистрировать в управлении юстициями как сектой. Ну, возможно... И пусть они пишут заявление, я добровольно вступаю в эту секту, понимаете? Тогда он подумает, он тогда подумает, с чем его едят. Есть ли, вот, я не знаю, тут нету правоведов, которые сказали бы, есть ли у нас такое понимание, да, в юридическом определении секта. Если бы оно было, да, я абсолютно с вами согласна, так и надо, так должно быть. А почему нет? Это и есть секта, это и есть осколок от основного. Да, это государство, организующая нация, это казахи. Они проповедуют и верят в ислам. Еще есть там 60% говорят сейчас статистика казахи, где...